Сегодня будем проводить тест дрона Mavic 3 на дальность. Отправим его на максимальную дальность. Попробуем побить рекорд, если это получится, конечно. Так, ребятушки, должен вас предупредить, ни в коем случае не повторяйте это. Я это делаю для того, чтобы вы этого не повторяли. Это чревато потерей дорогостоящего дрона. Чтобы вам не жалеть об этом потом, я делал это не раз. То есть я знаю, что я делаю, как делаю, где именно производится этот тест, чтобы он был максимально безопасным. Так что, welcome, смотрите до конца, что от этого получилось. И какие результаты мы в итоге, каких результатов мы достигли. Не зря выбрано это место, место безлюдное, как видно на изображении. Кстати, жуткий ветер, хоть и этого не видно на кадре, но я стою сейчас на холме, чтобы был максимально большой обзор и видимость с дроном. И градусов 10, наверное, сейчас. Фух, ветер дует, замерзают руки. Буду стараться держать дрон как можно ниже, ближе к земле, из-за ветра. Сейчас посмотрю в программе UAV Forecast, скорее всего так называется, силу ветра по ощущениям около 10 метров в секунду. Чем выше подниму дрон, тем там сильнее ветра, поэтому не буду тоже рисковать. Держим его как можно ниже к земле. И должно быть все окей. Да, ветер, кстати, боковой. Это и неплохо, и нехорошо. Это мне не помешает, главное, что не помешает вернуться домой. Так. Взяли расстояние 2 километра, на самом деле это ни о чем для Mavic 3. Ну, летим дальше. Взяли расстояние 2 километра, на самом деле это и нехорошо. Взяли расстояние 2 километра, на самом деле это и нехорошо. Естественно, летим не над жилыми домами. Пугаться не стоит таких предупреждений. Сама паника ни к чему хорошему не приводит, но если вы не супер продвинутый пилот с большим опытом и не уверены в том, что вы делаете, лучше всегда следить за этими предупреждениями и следовать инструкциям. В кадр к нам попал поезд, товарный поезд. Сейчас мы его хорошенько поснимаем. Но в то же время не забываю о цели нашего полета. Не отвлекаемся. Вот так. Продолжение следует... 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 Шесть километров уже позади, держим курс к ветряной мельнице, вернее ветрогенератору, пока еще неизвестно сколько до него осталось, но будем лететь к нему и цель в принципе это ветрогенератор, он мне на данный момент служит как ориентир для ровного полета ветрогенератор 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 предупреждает нас устойчиво о ветре пропускаем ветрогенератор 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 все-таки взяли расстояние 13 километров пока что рекорд недалеко до ветрогенератора так что летим к нему сделаем круг да тут сильный ветер конечно на вершине ничего страшного мавик 3 выдержит не такое ну вот он рекорд на сегодня хватит возвращаемся домой а а а а Продолжение следует... При такой скорости и при таком ветре надо вручную возвращаться и снижаться обязательно. Продолжение следует... 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 ну так как уже недолго осталось и точно вернусь даже уровень батарейки показывает зеленым можно немного подурачиться и полетать довольно низко сейчас поймаю какую-то птицу в кадре неплохо ух это что провод показалось летим дальше уже менее двух километров батарейки достаточно для того чтобы вернуться соответственно в следующий раз можем побить еще один рекорд ух 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 пролечу не пролечу ветер еще чувствуется пролетим довольно опасно было относительно конечно после полетов fpv это все таки детский лепет и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...